МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экология в школе проходит что-то. Ну, в экологии. Английское занятие. Моя сестра учит это. Экологию? Это в школе проходит в каком-то четвёртом. В четвёртом анатомии возьмут. Они могут всю природу испортить. Ну, вот как они её испортят? Могут грязь положить. Могут ещё грязной водой облить. Природу? Да. И тогда природа будет вся грязная. А так не поступать нельзя. Природа тогда погибнет. Можно пойти в лес, пошёл, поел и ничего не убрал за собой и ушёл. Да, это плохо. Просто ушёл ещё, сказал, ах, придут работники и почистят. А он пошёл. Надо природу жалеть. Как? Спасанием. Не мусорить. Ну, не топотать траву. Деревням не ломать ветки. Даже если святыню поливать, они обидятся и прям всё. И всё, и они всё падают. Вот так растают, как лёд. Ещё надо беречь воду. И беречь свет. Можно животных покормить ещё, если хочешь. Я им вот так вот прям семечко туда сыпала, вот так вот под землёй. И они прямо у меня языки клевали. Что такое раздельный сбор мусора? Это значит, когда пластик к пластику, стекло к стеклу. Раздельно это значит разделиться на две команды. В некоторых журу от фруктов, в другую газету, бумагу. Все должны выкидывать мусор в положенные места. Убираться везде. У нас дома, у нас в коридоре написано «Убирайте коридоры». «Написано, чтобы у нас не было ничего грязного». У нас возле подъезда есть мусорка, она вся наполнена, а люди теперь бросают на пол мусор, а там огромная лужа возле мусорки. Вон там у нас мусорка, а здесь долога. И там бутылки. Что-то там выбросил, когда мы там, наверное, на спальне. Просто подойду и скажу, чтобы он ворну выбросил. Если бы не было природы, то тогда нас бы тоже не было, потому что природа нам дает кислород, а мы только им дышим.